Поедем, да? Всех приветствую, друзья. На связи Андрей Алисеев. Если кто меня не знает, будем знакомы. Я участник нашего прекрасного сообщества вот уже седьмой год и на данный момент уже несколько лет в квалификации лидер. Поэтому на данный момент имею, как говорится, честь вам рассказать о нашем прекраснейшем сообществе, с которым я познакомился в конце 2017 года. Но перед этим я хочу прежде всего вам рассказать, что сегодня вообще я вам расскажу. Давайте вкратце, чтобы вы понимали, какая у нас будет суть беседы. Сначала я вам хочу немножко рассказать чуть-чуть свою историю. Дальше, соответственно, я расскажу вам про наши денежные потоки, вот, как они работают вкратце, да? Все остальные информации каждый может в своем кабинете увидеть. Дальше, соответственно, я расскажу о нашей финансовой инфраструктуре, которую мы создали за вот уже 12 лет почти, уже пошел 12 год развития нашего сообщества. После этого я постараюсь вам рассказать немножко вкратце, но довольно емко смысл функционирования мировой финансовой системы и чуть-чуть немножко копнем историю, как раньше жили люди, друзья мои, да? Потому что тот, кто не знает прошлого, тот будет навозом для произрастания тех народов, которые знают прошлое своего народа, а значит, у него есть будущее. Поэтому, друзья мои, мы очень должны понимать суть происходящих процессов, именно поэтому сегодня я вам очень многое, что интересно расскажу. Кто досидит до конца, тот узнает очень много полезного. Поехали. Меня зовут Андрей Алисеев, у меня два высших технических образования, 7-8 лет работал в найме на топовых должностях, дальше после этого у меня 10 лет своего собственного бизнеса. И вот когда в 2017 году в очередной бизнес я делал в разных сферах, это и услуги, и розница, и опыт, и строительство. Вот, поэтому, в принципе, понимание есть, как и бизнес живет, как он работает, и в производственной сфере в том числе. Вот, поэтому понимание есть, и довольно хорошее понимание, поэтому, скажу вам честно, что сообщество, о котором я сегодня расскажу, это реально крутой, крутейшее место. Это объединение людей новой эпохи. Вы с таким объединением людей еще не сталкивались. Это онлайн-децентрализованное сообщество людей, которые объединили свои усилия для помощи друг другу в реализации целей каждого участника. Поэтому, друзья мои, такого объединения людей и такой формы, тем более уже в сфере финансов, вы уже точно не встречали. Потому что слишком уже какая-то утопическая идея, но какая-то великолепно работающая, вот уже 12-й год. Поэтому, друзья мои, здесь очень денежно, здесь очень интересно, здесь свободно, здесь душевно, поэтому оставайтесь и развивайтесь в нашем сообществе. И, конечно же, если вы еще не зарегистрированы, обязательно регистрируйтесь, и сейчас я вам об этом буду дальше рассказывать. Дальше. В своем собственном бизнесе я трудился около 10 лет, и когда у меня был очередной бизнес, это было небольшое туристическое агентство, вот, ко мне приходит знакомый, говорит, Андрюха, слышь, тут тема такая интересная, на кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я говорю, ну, прикольно, давай посмотрим, что за тема. Вот, я зарегистрировался, начал нажимать на кнопочку, целый месяц нажимал на кнопочку, не разбираясь, что это такое. Просто тупо нажимал, и все. Нажимал, снимал, нажимал, снимал. Думаю, прикольно. Вот. Ну, и потом, когда у меня появилось время, уже это были новогодние каникулы далекого 2018 года. На тот момент было пятилетие сообщества нашего, нашего сообщества, а в этом году мы отпраздновали уже 11-летие нашего сообщества. Вот. И я начал разбираться, что за сообщество, зачем людям так раздавать деньги, такой по такой простой схеме. То есть, для чего это все придумано, какая цель. У меня было очень много вопросов. Мне, прежде всего, всегда интересно, что за человек, какой человек стоит за какой-то идеей. Вот. И вот это для меня прерогатива. И поэтому я стал копать. Я докопался до Дмитрия Васадина. Я понял, почему он создал это сообщество, для чего он создал это сообщество, когда он это сделал. И сегодня немножко я вам об этом расскажу. Так вот, потом я замечтал, соответственно, познакомиться вживую с Дмитрием Васадиным, что, в принципе, я и благополучно осуществил. Так же, как каждый из вас может осуществить знакомство с нашим душевным, очень основателем нашего сообщества. Так вот, в 2006 году, когда у нашего основателя сообщества Дмитрия Васадина в очередной раз стало все очень хорошо. Что такое очень хорошо? Это значит, что он уже стал на путь финансовой свободы. Он уже освободился от нужды постоянно зарабатывать деньги. Он уже стал долларовым миллионером. И в этот момент, когда человек становится финансово свободным от нужды зарабатывать деньги, да, деньги уже и так есть. Они уже и так. Деньги уже делают деньги. До какого-то этапа сначала ты делаешь деньги, а потом уже деньги начинают делать деньги. Так вот, когда достигаешь этого этапа, то человек, как правило, вот честно сказать, раньше я это понимал больше по теории, а вот сейчас я это понимаю с практики, потому что некоторые мои, там, даже одноклассники уже достигли хорошего уровня. И причем, ну, некоторые даже стали миллионерами, долларами причем, да. И скажу вам честно, им очень одиноко, друзья мои. Им очень одиноко. И я реально понимаю, что не просто так написал Паулу Келли книгу. Если вы не читали этого прекрасного автора, бестселлера, таких книг, как «Алхимик», дальше «Заир», «Одиннадцать минут». И он написал прекрасную книгу. Называется «Победитель остается один». Поэтому, если вы эту книгу не читали, обязательно прочитайте. Так вот, друзья мои, победитель действительно остается один. И когда человек выскакивает на этот уровень, он, к сожалению, не может забрать все свое окружение с собой. Он свободен от нужды заработка денег, но другие-то еще в беличьем колесе. И вот тут он как бы становится один наедине с собой. И тут ему важно уже другое. Ему надо сообщество, ему надо общение, ему надо, там, духовность. И именно поэтому Дмитрий Васадин замечтал создать сообщество единомышленников. Именно то сообщество, в котором у всех будет все хорошо. Он тогда пришел к своим друзьям, говорит, поехали туда, давайте это сделаем, давайте это. Они ему говорят, слышь, Дима, ты заработал денег? Молодец. Дай нам заработать. Вот когда мы бизнесы свои раскрутим через 10-15 лет, когда мы денег заработаем, ипотеку оплатим, кредиты выплатим, тогда и будем с тобой думать о чем-то этом. Он говорит, ах, вам деньги нужны? Ну тогда я создам систему, что деньги у вас будут просто автоматом. И таким образом он стал моделировать сообщество. 5 лет он только думал, 5 лет думал над тем, как создать это сообщество. Изучал, как устроен человеческий мозг, изучал психологию отношений в социуме, как люди себя ведут, изучал о том, как устроена мировая финансовая система, и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что он решил все свои материальные вопросы, все равно он еще углубился в социологию, углубился о том, как построить сообщество людей. Потому что он четко реально понимает, и понимал, что через объединение люди могут реально создать себе рай на земле, друзья мои. Рай на земле. И это не просто пустые слова, это реально факт. И наши предки, и наша история тому подтверждение. В конце нашей встречи я обязательно вам расскажу пару очень интересных историй, о которых, возможно, вы даже и не знали. Так вот, идем дальше. И таким образом, только 5 лет думал, в 2011 году, в принципе, уже было смотелировано наше сообщество. И еще 2 года Дмитрий Васадин выжидал, пока, это мое предположение, перейдем в эпоху Водолея. И вот в эпохе Водолея мы уже стартанули, наше сообщество начало развиваться. С 2013 года, 15 января 2013 года, день рождения нашего сообщества. В этом году мы уже праздновали 11-летие. Вот пошли уже на 12-летие нашего сообщества. Так вот, идем дальше. Смысл в том, что запустив наше сообщество, изначально схема казалась очень простой. Но по мере ее реализации возникали какие-то определенные уроки. Мы эти уроки проходили, шли дальше. Потом опять проходили, опять шли дальше. Опять проходили и опять шли дальше. Таким образом, создалась потрясающая инфраструктура нашего сообщества. Создалось костяк единомышленников по всему миру. Сейчас у нас несколько сотен тысяч по всему миру, людей, которые объединили свои усилия для помощи друг другу. Идем к нашим непосредственно денежным потокам. Тем инструментам, которые мы выработали по ходу эволюции нашего сообщества. Друзья, этот инструмент, можно сказать, эти инструменты мы назвали денежные потоки, друзья мои. Это не просто какие-то алгоритмы, придуманные пьяным программистом на диване, друзья мои. Это выработанные за счет эволюции нашего сообщества, за счет анализа поведения участников, больших групп участников. Причем за счет анализа, за счет понимания того, что надо людям, выработались определенные алгоритмы, и они уникальны. Это наши финансовые инструменты, денежные потоки. Это разновременные психологическо-математические финансовые инструменты, которые позволяют нам иметь деньги каждый день. И это абсолютно так. Я буквально сегодня нажимал кнопочку. Я сегодня начислял себе денежные средства, так же, как каждый участник нашего сообщества имеет такую же возможность. Первый денежный поток, о котором я вам сейчас сегодня расскажу, это стартовый поток. Стартовый поток – это красная закладочка в вашем кабинете. Как только вы зарегистрируетесь, у вас будет кабинет. Если на данный момент вы еще не зарегистрированный участник, то, конечно же, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. Если же у вас нет этого человека, то можете написать мне в личное сообщение, я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо вот бот раскидывает у нас список наших лидеров, консультантов. Это профессионалы, обученные, у которых самих хорошее понимание функционирования нашей системы. Можете писать, задавать вопросы любому. Стартовый поток – это первый поток. Он учит правильные стратегии инвестирования. У нас не просто финансовые инструменты, они обучающего плана. То есть, обучаясь нашим финансовым действиям, вы приобретаете навык инвестора. Стартовый поток учит правильные стратегии инвестирования. Вложил – забрал, забрал, вложил и опять забрал. И каждый раз вы забираете все больше, больше и больше. У нас смешанное финансирование, смешанное инвестирование, можно так сказать. Мы смешиваем рубли с нашей криптовалютой и каренсией, за счет этого у нас получается прибыль. И по ходу наши денежные потоки дают очень хороший процент прибыли. В каждом потоке своя доходность и каждый поток по-разному настроен. Стартовый поток работает 10 месяцев, либо 20 периодов. Один период – это две недели, друзья. И по ходу за 10 месяцев в общем стартовый поток дает более 150% чистой прибыли. Поэтому стартовый поток не просто вас научит правильной стратегии инвестиций, не просто вас научит правильным навыкам инвестора. Вложил – забрал, вложил – забрал. Будет качать вашу мышцу. Как спортсмены качают свою мышцу, так же инвестор качает свою самую главную мышцу. Вот тут между ушами. Это вложил – забрал, вложил – забрал. И каждый раз. То есть бедный человек либо вложил, 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 вложил. Либо забрал, 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 забрал. Он не может грамномерно, грамотно постоянно качать. Вложил, забрал, вложил, забрал. А нужно только вот так. Круговорот воды в природе. Так же у нас круговорот денег в нашей системе. Поэтому, друзья мои, стартовый поток – это шикарный обучающий поток, поэтому, если вы чувствуете, что вам надо финансовую грамотность, вперед шагаем именно в стартовый поток. Красная закладочка в нашем кабинете. Следующий поток – это быстрый поток. Оранжевая закладочка в нашем кабинете. Мы его называем «базовый деньги на жизнь». Он подразделяется на два типа. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Каждый день выплачиваются равными частями с прибылью, которую мы получаем, конечно же, за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency, которые мы покупаем в наших криптовалютно-платежных сервисах по цене ориентировочно около 40 рублей, а подтягиваем к нашему потоку по цене 200 рублей, иногда даже и выше. Поэтому наличие e-currency – это ключ к доходу в наших денежных потоках. Идем дальше. Супербыстрый поток. Это шикарный, самый короткий из всех денежных потоков. Он для самых коротких ваших свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки. Это поток с заморозкой средств, то есть как обычный банковский депозит. Мы также к супербыстрому потоку подтягиваем нашу криптовалюту e-currency, за счет которой происходит прибыль. И начисление делаем 15 дней. И на 15-е нажатие кнопки получаем все тело, по сути, нашего депозита вместе с процентной. Вот. Именно поэтому супербыстрый поток очень выгоден для коротких свободных денег. Ну, если у вас свободные деньги на 2 недели, можете прокрутить и получить от 5 до 10% прибыли. Так работает супербыстрый поток. Быстрый поток дает от 5 до 20% прибыли за месяц. Следующий шикарнейший поток, поток, в который многие просто все влюблены, зеленая вкладочка в вашем кабинете, это растущий поток. Поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его пополнения. Это живой инструмент. Вообще наши потоки, насколько понять не получится. Нужно остановиться, нужно разобраться, нужно углубиться в алгоритмы. И, конечно же, надо запустить все эти потоки. Тогда к вам придет четкое понимание, как поступать. Правильно. А следующий этап развития, это уже, допустим, в нашей команде я провожу командное обучение. Вот, иметь доступ, по сути дела, к этому командному обучению, где я рассказываю про все стратегии, про лайфхаки, как проще вам выйти к вашим целям и как правильно управлять вашими денежными потоками. Вот. Растущий поток. Также не получится понять, насколько. Это очень, я бы сказал, живой финансовый инструмент. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, который помогает многим нашим участникам гасить кредиты, гасить ипотеку, покупать машины, квартиры, любую крупную покупку. Вот. Растущий поток любит большие суммы денег. Чем больше сумма взноса, тем больше доход. Так он устроен. Именно поэтому растущий поток может превратить ваши деньги в 20 тысяч с помощью подтяжки криптовалюты и каренси, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в миллион 375 тысяч, ваш миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее, друзья. Растущий поток – это очень мощный инструмент, с помощью которого люди делают себе вторую пенсию, десятую пенсию, зарплату, вторую, третью. И, скажу честно, это тот поток, который помогает нашим людям жить, планируя на годы. Так вот, растущий поток нужно выращивать в копилке. Это не просто какой-то, не знаю, как его можно назвать, от балды механизм. Это тонкий, живой, в зависимости от вашего поведения, начисляющий вам проценты, механизм, который вам надо понять. Чтобы понять, вам надо остановиться и начать в нем разбираться. Растущий поток нужно выращивать в копилке. Чем больше вы его выращиваете в копилке, тем больше у вас начисления. Старт начисления идет от 0,3%. Дальше каждый день у вас увеличивается 0,31, 0,32, 0,33 и так далее до бесконечности. Пока вы не начнете забирать деньги из копилки. Забрали деньги из копилки, половину копилки, то есть 50%, на 50% откатились ваши начисления назад. Потом и опять начинают расти. Допустим, вы дошли, не знаю, до 2% в день, и начали, половину забрали из копилки. И процент ваших начислений откатился до 1%, то есть на 50%. Идем дальше. Растущий поток учит терпению, растущий поток прорабатывает жадность и страх потери. Это два самых главных бича, человека с бедным мышлением, который не проработав, который шанса выйти в финансовую свободу практически нет. У нас же параллельно делаете деньги в наших потоках и параллельно вы обучаетесь, что самое ценное. Следующий поток, накопительный поток, друзья мои, проанализировав ту тенденцию, куда идет этот мир, скажу вам честно, что деньги не отменят в ближайшее время. Есть, как говорится, модели цивилизации, есть цивилизация. Посмотрите фильм тот же самый «Прекрасная зеленая». Там интересный французы, интересный фильм сняли, очень такой благостный. Так в этом фильме, что самое интересное, описывается цивилизация, которая не имеет денег и живет довольно благостно и всем всего хватает. В нашей цивилизации, которая сейчас идет по технократическому пути, я не вижу просвета, что деньги скоро отменят. Поэтому завтра деньги будут тоже нужны и для этого у нас есть накопительный поток. И по-другому мы его называем пенсионный фонд, деньги на будущее, фонд совершеннолетия и так далее. Это народные уже названия, мы сами их придумали. Накопительный поток обладает стратегией от 3 до 25 лет. Это долгий финансовый инструмент, не как инструменты, про которые сейчас вам рассказывал. Накопительный поток состоит из двух периодов. Первый – период накопления, второй – период выплат. Если вы выбрали 3 года период накопления, у вас 3 года период выплат. Вы выбрали 5 лет период накопления, у вас 5 лет период выплат и так далее. Вся эта табличка находится в нашем кабинете. И минимальный вход 1000 рублей, 1000 превращается через 3 года в 5000 рублей, конечно, с помощью подтяжки криптовалюты и каренсии. Это поток с обязательным пополнением каждый месяц. Поэтому, друзья мои, заходите, регистрируйтесь, изучайте кабинет. Если у вас еще нет кабинета, обязательно обратитесь к тому человеку, который дал вам эту информацию. Если у вас нет этого человека, вы не знали, как попали в этот чат, то можете написать мне в личное сообщение. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы нашей системы. Либо бот здесь раскидывает в чате четкие, оригинальные ссылки наших лидеров, консультантов. Это очень порядочные, хорошие люди, профессионалы своего дела, имеющие уже мощные денежные потоки и понимающие, как работает наша система. Можете обращаться к любому, очень важно себе наставника выбрать по душе. Следующий поток, мы его называем поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея, друзья. Сначала наша беспроигрышная лотерея была 5 из 36. Но проанализировав, накопив статистику, как ведет себя народ, насколько часто выигрывают джекпоты, руководством было принято решение его модернизировать в сторону улучшения. И наша лотерея перезагрузилась на 5 из 25. И сейчас, вот только за последний месяц, уже было выигрыши 3 джекпота. За день до Нового года миллион рублей выиграла участница. В сам Новый год участник выиграл 10 тысяч евро и 3 тысячи евро через несколько дней после Нового года. Вот все такие выигрыши попали, кстати, на пик пользования лотереи, потому что были очень интересные акции. Вот, было очень много задействовано лотереи, поэтому джекпоты сорвали. Правила лотереи есть в нашем кабинете, поэтому регистрируйтесь, выбирайте себе наставника. Хотите, пишите мне в личное сообщение и читайте правила лотереи. У нас 3 лотереи. Лотерея беспроигрышная, еще раз повторю, в любом случае вы выиграете. Вот, 3 вида лотереи. Классическая стоит 100 рублей, джекпот 300 тысяч. Дальше синяя стоит 500 рублей, джекпот 500 тысяч. И золотая стоит 1000 рублей, джекпот миллион, друзья мои. Поэтому наша лотерея, она заточена, чтобы вас настроить на постоянный выигрыш. Именно поэтому она беспроигрышная. Для того, чтобы вы перестали думать, что вы не везучий человек. Для того, чтобы мне постоянно не везет, чтобы вы наоборот раскрутили маятник в другую сторону. Я везучий человек, мне каждый день везет, с каждым днем все больше и больше. И таким образом все наши участники подчеркивают тенденцию, тренд на улучшение выигрыша постоянно. Те, кто поняли, как это работает, те, кто поняли, как работает поток удачи, те используют этот шикарнейший инструмент для того, чтобы он давал неожиданный прибыток, как говорится. Прибыток по-белорусски это называется прибыль, друзья мои. Поэтому изучаем славянские языки. Это очень полезно для развития мышления. И для того, чтобы ваша генная память, кажется, проснулась. Идем дальше. Что такое генная память? Это немножко не тема для этого разговора. Но если кто-то захочет, можно будет сделать эфир и на эту тему. Дальше. Следующие потоки наши денежные. Это шикарные потоки, которые дают потрясающие возможности. Дело в том, что наш фонд, наше сообщество никогда не давало и не будет давать рекламы. И весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров нашего сообщества. В виде вознаграждений за развитие проекта, либо бонусов за развитие проекта. Это прежде всего реферальные бонусы. Реферальные бонусы за лично приглашенных вами. Поэтому у нас нет обязательных приглашений. Но если вы хотите, приглашайте. И вам сообщество выплатит из рекламного бюджета ваши реферальные бонусы. Потому что на данный момент многие приходят, допустим, ко мне в команду с разного старта. Кто-то приходит с минусом огромным, потерях в коммерческих проектах. Кто-то приходит с нуля, прям с очень жесткого нуля. Кто-то с небольшим плюсом и начинает развиваться, идти к своим целям. Поэтому каждый выбирает свой путь. У нас абсолютная свобода. У нас нет никакой обязаловки. Вот. Нет обязательных приглашений. Хотите, приглашайте. За это вас фонд отблагодарит. Не хотите, не приглашайте. У меня есть и такие участники, и такие. Так вот, реферальный поток реферальных начислений от 2 до 7%. В зависимости от потока. Читайте все в кабинете. Все написано. Дальше лидерский командный бонус. Это тоже очень интересный бонус. Если уже участник разобрался, он понял, как функционирует наша система. Ему нравится. Если он готов развиваться, причем по карьерной лестнице, то, конечно же, он может претендовать на должность лидера. Это не статус, это должность, друзья мои. Как, как говорится, получить должность лидера? Прежде всего, участник должен пригласить в свою первую линию 10 человек. Дальше он должен пройти соответствующее обучение, сдать собеседование, допуститься к экзамену с топ-лидером, пройти экзамен. И на совете лидеров принимается решение о присвоении данному участнику статуса лидера. И ему открываются дополнительные финансовые возможности. То есть ему открывается глубина по лидерским ячейкам до седьмого уровня и глубина в своей ячейке участников до бесконечности. Процентное начисление от 0,1 до 5 практически тоже до бесконечности. Поэтому, друзья мои, используйте все возможности нашего сообщества для того, чтобы вы имели нескончаемые денежные потоки. Вот. Именно поэтому сегодня я немножко вот рассказал про наши потоки. Более детально все описано в кабинете, поэтому регистрируйтесь. Те участники, которые еще не зарегистрированы, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человеку, который дал вам эту информацию. Либо можете написать мне в личное сообщение, если вы не знаете, кто ваш пригласитель. Вот. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо выбирайте любого наставника из списка, который скидывает ботов в данный чат. Все профессионалы, все имеют широкое представление о том, как работает наша система и помогут прийти вам к вашим целям. Далее, друзья мои, что? Теперь я расскажу про финансовую инфраструктуру, которая у нас есть. Наши денежные потоки – это не просто какой-то кабинетик и какой-то сайтик. Нет, да. У нас сейчас в доступе, если посчитать в общем, около чуть меньше 10 сайтов. Эти 10 сайтов – есть часть нашей финансовой системы, которая сейчас есть в доступе и с помощью которой у нас есть 17 финансовых возможностей иметь деньги. Каждый день, друзья мои. Поэтому у меня даже есть на YouTube-канале, есть целая лекция по этому вопросу, целую встречу я записывал еще летом. Вот, то есть называется «17 денежных потоков». Можете зайти в YouTube прямо в лоб, написать «Андрей Елисеев» и сразу высветится мой канал. Можете туда перейти и прямо центральное видео будет «17 денежных потоков». Поэтому спокойно можете зайти и посмотреть это видео. Там я разбираю каждую возможность финансовую, которая у нас есть в нашем сообществе, и как она работает, и для чего она нужна, и в каком она проекте существует. Я еще раз повторю, наша финансовая инфраструктура – это чуть меньше 10 сайтов на сегодняшний момент. Что у нас есть? У нас есть 4 фонда коллективного самообеспечения или кассы взаимопомощи нового поколения. Это поток кэш в российских рублях, в основном заточен для постсоветского пространства, но и все люди на планете Земля тоже могут воспользоваться и запустить денежные потоки в российских рублях. Дальше. Общеевропейский фонд в евро, испанский фонд в евро, испанский фонд развивается в Испании, Португалии, Латинской Америки, и польский фонд в национальной валюте, польский злотый. Поэтому в этих точках сформированы костяки нашего сообщества, ну и также наше сообщество по всему миру, несколько сотен тысяч участников по всему миру. Вот 4 платформы у нас есть. Можете участвовать хоть в одной, хоть во всех сразу. В каждой платформе своя реферальная программа, и у вас будет 4 реферальных ссылок. Идем дальше. У нас 2 криптовалютно-платежных сервиса, Сберкасса и Мани Сторож. Сберкасса в основном заточена также для постсоветского пространства, но и любой человек на планете Земля может великолепно воспользоваться. Мани Сторож – это тоже наш хороший очень криптовалютно-платежный сервис, который заточен уже конкретно под западную финансовую систему. Вот. Наши криптовалютно-платежные сервисы – это очень мощные сервисы, они хуже кошельков Payer, Trust Wallet или так далее. Вот. Скажу вам честно, когда вы начнете ими пользоваться, вы поймете, насколько они надежны. Идем дальше. Криптовалюта-сообщество E-Currency – это наша криптовалюта, которая, когда я пришел, у нас не было ни майнинга, ни криптовалюты у нас не было. И на пятилетие нашего сообщества как раз вот был запущен майнинг и запущена была наша криптовалюта. Вот. Конечно же, я тогда приобрел и майнеры, это тоже еще одна возможность зарабатывать в нашем сообществе. Вот. Наш криптовалюта E-Currency – это не токен, это не коин, это currency. Currency – это универсальное платежное средство. Это 3.0 развитие криптовалюты. Вот. Я думаю, что вы слышали, что по похожей технологии сейчас развиваются центральные банки, да? CBDC называется. Central Currency. Currency – это, еще раз повторю, универсальное платежное средство. Это более сложный алгоритм, чем просто токен или коин. Вот. 3.0 развитие криптовалюты. Поэтому, друзья мои, наша currency есть уже более пяти лет, и мы активно ею пользуемся. Так вот, нашу E-Currency мы майним с помощью облачного майнинга. Можно покупать любому участнику облачные майнеры, с помощью него тоже майнить нашу криптовалюту E-Currency. Ведь это сейчас очень выгодно. Наша криптовалюта только за последний год сделала X15, друзья мои. Если бы вы вложили миллионы в начале 2023 года, то в конце 2023 года вы продали бы нашу криптовалюту за 15 миллионов, друзья мои. А почему у вас такой возможности не было? Потому что вы о ней не знали. Поэтому, друзья мои, находитесь здесь с нами, и таких возможностей у вас еще будет очень много. Идем дальше. У нас есть свой собственный блокчейн уже более пяти лет. Фейский банк может похвастаться своим собственным блокчейном. У нас же есть свой собственный блокчейн с огромной скоростью транзакций. Когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, вы это почувствуете. У нас есть своя собственная нейросеть, которой вот уже более двух лет, которая занимается перераспределением денежных средств внутри нашей инфраструктуры. И параллельно у нее задача обеспечить надежность и долгосрочность функционирования нашей системы. То есть она отвечает за безопасность. Поэтому это самообучаемая нейросеть, которая у нас уже работает более двух лет. Дальше у нас есть партнер, наша биржа, на которой мы вывели нашу криптовалюту. Это небольшая биржа, Blackbit называется. Мы можем нашу криптовалюту продавать на нескольких биржах. На двух внутренних биржах, на сберкассе Money Storage и на бирже Blackbit. Криптовалюта – это не спекулятивный инструмент. Цель ее создания – это универсальное платежное средство внутри нашего сообщества. Поэтому это не инструмент для спекуляций. Поэтому мы ее не выводим на крупные биржи. И нет никакого желания нам просыпаться каждый раз и в поту, как говорится, смотреть, в какой курсе сейчас криптовалюты. Она уверенно растет пропорционально росту нашего сообщества. Чем больше рост сообщества, тем больше спрос на криптовалюту. Потому что криптовалюту нужно подтягивать в потоки наши денежные разновременные. Именно поэтому с помощью нее получается прибыль. И за счет этого на нее очень большой спрос. Поэтому на данный момент цена на нее постоянно растет, растет, растет. Но от этого прибыль денежных потоков не снижается. И это самое главное. Потому что задача нашей кассы взаимопомощи – прежде всего оказать взаимопомощь. То есть накормить грамотно, справедливо, перераспределить денежные средства внутри нашего сообщества. Но это не единственный источник, как говорится, дохода. Сейчас я вам об этом тоже расскажу. Давайте я вам сейчас отвечу еще на часто задаваемые вопросы. Про откуда берутся деньги. Я просто надоел реально отвечать на эти вопросы. Поэтому сразу же отвечу. Пирамида, не пирамида. Лохотрон, не лохотрон. Приглашать, не приглашать. Ну и так далее. Первые, последние, верхи, низы. Вот это вот все. Давайте сразу я все разложу вам, чтобы было вам все понятно. И, как говорится, на этом деле вы уже станете грамотными. Так вот. Откуда берутся деньги? Деньги в нашей системе от нескольких источников дохода. Первый источник дохода – это от прогнозируемого роста курса криптовалюты и каренсии. То есть только за последний год, как я уже говорил, наша криптовалюта и каренсии сделала X15, то есть подорожала более чем в 15 раз. Поэтому, друзья мои, это огромный, шикарный, жирный источник дохода для нашей системы. Это первое. Второй источник дохода – то, что у нас некоммерческий проект, у нас касса взаимопомощи. И весь доход от коммерческих проектов, как вы думаете, куда идет? Подумаем, да? Идет, конечно же, хозяину данного коммерческого проекта. Владельцу, серому админу, собранию акционеров, учредителю. Любой коммерческий проект заточен под единую смысл накормить хозяина проекта. Все. Нет задачи накормить кого-то, кто участвует в этом проекте. Задача только одна – накормить хозяина проекта. Коммерческий проект всегда создается голодным человеком для того, чтобы себя накормить. Вот это единственная цель, которая создается. Наше сообщество создалось сытым человеком, основателем нашего сообщества Дмитрия Васадина. Он не является его хозяином, он является просто идейным основателем. Вот. Мы здесь сами хозяевы, каждый из участников является, можно сказать, бенефициаром сообщества. Вот. Соучредителем, сооснователем, да? То есть общинное, да? Общинное дело. Общак. У нас свой общак, да? Вы участник общака, по сути дела. Касса взаимопомощи – это инструмент объединения людей, с помощью которого это что-то новое, непривычное, да, потому что это уже забыто хорошо. Но я вам сегодня расскажу несколько историй, чтобы вам это чуть-чуть напомнить, если вы не знали, как жили ваши предки до этого момента. Так вот. Деньги у нас от того, что весь доход, а это, как правило, 30-100%, который забирает всегда хозяин проекта. И по большей части, около 70% причин скамов – это потому, что хозяин проекта хочет забрать деньги из проекта. Запомните, вот это раз навсегда. Это называется снять профит, либо зафиксировать профит, понимаете, да? А дальше, как говорится, пускай шарник идти, да, или как там, пусть все идет так, как оно идет. Заскамится, заскамится, не заскамится, хер с ним. Вот. Потом переобувают, и заново хозяин проекта начинает делать свой коммерческий проект. А чтобы сделать коммерческий проект, инфраструктура не нужна. Поймите еще один момент. И, чтобы сделать коммерческий проект, не надо ничего такого глобального, о котором я сейчас вам только что уже почти час рассказываю. Нужно всего лишь сайт, надо всего лишь внутряночка, надо маркетинг красивый, прям вообще мега-мега, чтобы слюнки текли. И, конечно же, надо легенду. Вот, четыре вещи. А, ну да, конечно же, надо обязательно документы купить где-нибудь в Лондоне красивые за несколько тысяч фунтов стерлингов. Все, и у вас есть и документы, вы типа легальные, и у вас вот это все есть. Все, можно крутить любой коммерческий бизнес, закручивая всю эту систему и снимать, как говорится, бабло. Ну, конечно же, надо купить там человек 5-10 сетевиков, грамотных людей, и запускать вот эту всю систему. Поэтому, скажу вам честно, если вы до сих пор участвуете в коммерческих проектах, я вам, ну, соболезную. Вот, потому что задача любого коммерческого проекта накормить, накормить владельцев данного проекта. Есть, конечно же, исключения, но это настолько редкость в наше время, что, как правило, я считаю, что это погрешность. Просто погрешность. Вот, идем дальше. Идем дальше. Очень редко, когда бизнес создают только потому, что у человека есть идея, либо какая-то миссия. Сейчас это, ну, край 3% от всех причин создания бизнеса. Бизнесы и в онлайне, в том числе, проекты коммерческие создают только с единственной целью – накормить. Только, наверное, 3 максимум с натяжкой основателей бизнесов хочет через бизнес реализовать какую-то свою миссию. Это очень высокая вибрация, поэтому, ну, не каждый бизнес и потянет, во-первых, это, а, во-вторых, не каждый основатель пойдет на такие вещи, основывая такой высоковибрационный бизнес. Идем дальше. Пирамида, друзья мои. А, давайте еще про деньги. Я еще не дорассказал. Откуда у нас еще деньги? От грамотного перераспределения денежных средств внутри наших денежных потоков. Наши денежные потоки так устроены, что их нужно постоянно пополнять. Я постоянно пополняю свой денежный поток и получаю, пополняю, получаю, пополняю, получаю. И каждый раз я получаю все больше, больше и больше, и выводя себя и свою семью на новый уровень качества жизни. Поэтому, друзья мои, чем больше мы пополняем наши потоки, тем больше мы получаем с этих потоков. Так устроена наша прекрасная система. Поэтому деньги в нашей системе есть всегда. И следующее очень интересно, но этот источник дохода я заметил не сразу, постепенно. Только тогда, когда у меня уже стала многотысячная команда, я уже вижу, как работают алгоритмы, как работает поведение людей, что они делают. Скажу вам честно, что 20-30% участников, ну как бы мы бы не обучали их грамотным стратегиям, все равно они будут придерживаться своей модели поведения, как им привычнее. И именно за счет этого они будут неэффективно управлять своими денежными потоками. Система бы готова бы дать им больше, но они сами не берут, говорят, у меня своя стратегия. Это называется горе от ума. Поэтому, ну, не берут хорошо, система наша экономит. А если вы знакомитесь с любыми бизнес-книгами, экономия – это самый простой способ получения прибыли. Вот, поэтому, друзья мои, эти источники дохода, они настолько надежны и позволяют нашей системе всегда быть на плаву, всегда деньги иметь и всегда давать вам возможности деньги получать. Каждый день, друзья мои, я не оговорился, ни один коммерческий проект деньги не выплачивает каждый день. Это невыгодно. Это я вам говорю как человек, который 10 лет бизнесом занимался. Это невыгодно, потому что задача, вот если, не знаю, кто-то еще и имеет опыт в деревне, да, знаете, как сливки получаются? Или уже этот опыт утерян в наших поколениях, да? Сливки получаются, расскажу вам тогда. Есть такой прибор, называется сепаратор, да? Выдаили корову, несут ведро молока, и в этот сепаратор заливают это ведро. Сепаратор раскручивает это молоко так быстро, что в одну сторону уходят сливки, это жирное молоко, вот этот белок, он тяжелый, да? А в другую выходит сыворотка, это такой обезжиренный остатки молока, обезжиренный, да? Так вот, чтобы с ведра молока собрать сливок, хотя бы литр, нужно 10, а иногда даже 20 литров молока прогнать, чтобы литр сливок собрать, понимаете, да? А с литра сливок получается масло где-то тоже, там, максимум будет треть банки будет масла, вот, это называется, уже дальше надо сливки взбивать и получать уже масло, да? Вот, чтобы вы понимали хоть как это, ну, устроено, да? А то сейчас современные дети, откуда молоко? Из магазина, а откуда яблоко? Из магазина. Они даже не знают, как что растет и как что получается в этой жизни, да? Все уже оторвались от матушки природы и мыслят категории супермаркетов. Так вот, друзья мои, с точки зрения бизнеса сливки надо крутить, надо большой объем оборотных средств и только потом ты можешь собрать какую-то часть сливок, да? А тут идет выплата каждый день, друзья мои, задача не саккумулировать деньги, задача не собрать сливки, задача раздать, грамотно перераспределить. У нас не бизнес здесь, у нас касса взаимопомощи, задача кассы взаимопомощи оказать взаимопомощь, накормить, напоить, баню и стопить, а потом и любить, друзья мои. Сказки русские смотрели, надеюсь, все. Вот, напоить, накормить, это функции закрытия базовых финансовых потребностей и потребностей в безопасности. Вот, это прежде всего выполняет наш касса взаимопомощи. Те знания, которые мы даем, это прочищает мозг, баню и стопить, прочистить свой мозг, да, чтобы он вам помогал еще больше раскручивать ваши потоки, чтобы он правильно вам помогал правильно мыслить, да, чтобы вы понимали, как этот мир устроен. Мы здесь даем огромное обучение, бесплатное причем, поэтому за которое инфобизнесмены, инфоцыгане миллионы рублей просят и часто даже вас в кредит вгоняют за счет этого. Давай, только сейчас ты купишь мой курс, давай, вот, Тинькофф Банк, вот, заходи, регистрируй форму и получишь мой курс за миллион рублей. Ничего страшного, мы дадим тебе рассрочку на пять лет, но заходи, прямо сейчас бери, да. Друзья мои, мы даем все бесплатно абсолютно, только в довесок к вашим денежным потокам мы даем все бесплатно, всю базу знаний. А это, поверьте мне, миллионы стоит. Мы создали целую академию гармоничного человека, плюс у меня есть личное командное обучение, где я прям разбираю все наши стратегии финансовые, плюс в академии гармоничного человека у нас все сферы жизни практически. И подсознание разбираем, как вам работать со своим подсознанием, и со здоровьем, и соцсетями, и Телеграм, Ютуб, как зарабатывать деньги в соцсетях. Все это для вас бесплатно, в довесок к вашим денежным потокам, в довесок к доходам от ваших денежных потоков. Мы вам даем командное обучение абсолютно бесплатно, мы с вами делимся. У нас касса взаимопомощи, задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь. И мы еще, лидеры, даем вам взаимопомощь, бесплатно давая свои знания, наработанные за большие деньги и за большой промежуток времени. Вам это просто дается бесплатно. Поэтому думайте, что вы приобретаете здесь, либо идите к инфобизнесменам и покупайте за миллионы рублей. Поэтому, друзья мои, тут уже ваше решение. У нас сообщество свободных людей. Кому немножко резонирует то, о чем я говорю, те оставайтесь. Кому не резонирует, надо еще идти поработать. И, как говорится, я всегда говорю такую вещь, что наше сообщество для тех людей, давайте я сейчас расскажу, для кого денежные потоки. Первое, наше сообщество для тех людей, которые наработались уже, но устали, понимаете, горбатиться каждый день, просыпаться и думать, блядь, где взять деньги, потому что ты не можешь тупо оплатить кредит, или у тебя кассовый разрыв, или еще что-то. Ты постоянно в напряге. Вот если вот этот напряг вам достал уже, вы, вам денежные потоки очень даже подходят. Второе. Наша касса взаимопомощи для тех людей, которые уже, ну, хотят как-то жить другой немножко жизнью. Понимаете? Вот как-то вот они уже и так пожили, и так пожили, но как-то вот не хочется жить вот так, как живется. Хочется вот по-другому жить, да, и иметь другие возможности. Пожалуйста, наша касса взаимопомощи дает такие возможности. Скажу вам честно, несмотря на то, что деньги у меня были всегда, и с бизнесом, и 15 стран мира я объехал, но такой свободы, которую я испытываю в нашем сообществе, я ни разу в своей жизни не испытывал, нигде. Вот это вот крылья за спиной, друзья мои. Когда последний раз вы чувствовали крылья за спиной? Когда, наверное, влюблялись еще в молодости, да? Скажу вам честно, вот такие, такого ощущения, крылья за спиной, вот все наши вот участники, особенно вот новички, начинают чувствовать, когда начинают раскручивать свои денежные потоки, ощущение свободы. Поэтому вот последнее видео, которое вот там в закрепе есть, да, я назвал формулу 3D, да, игра, жизнь – это 3D игра, да? Доверие дает достаток, потому что когда у тебя есть доверие, ты можешь объединиться с другим человеком. Когда ты меняешься с другим человеком, ты можешь больше сделать, значит, у тебя больше достаток происходит, да? Так же, как поэтому меня поймут там мужчины, либо женщины, которые имели опыт объединения с другими людьми. Допустим, мужчины могут там объединиться и там, не знаю, бригадой, двоем, троем, четвером, гармонично понимающих друг друга, можно сделать объем работы за десятерых, если не за пятнадцатерых балбесов, понимаете, да? Так вот, смысл в чем? Объединяя двух единомышленников, зарождается волшебная третья сила, с энергией называется, да? Ты только что-то делаешь, и ты подумал, что тебе надо плоскогубцы, а твой напарник тебе уже дает плоскогубцы, понимаете? Вот это уровень уже без слов понимать друг друга. Это называется единомышленник, и таких вот людей, с многими я говорил, и со строительными бригадами, и с командами айтишников, и с разными бизнесменами, вот найти вот таких единомышленников, это самое дорогое в этом мире, самое дорогое найти единомышленников. Так вот, на данный момент наше сообщество для тех людей, которые хотят жить немножко другой жизнью, немножко устали, наработались. Для тех, кто уже, возможно, увидит эту пенсию и понимает, что он просто тупо не выживет на нее, и 15 тысяч – это вообще крындец, и надо уже сейчас что-то делать, вот, и банк – это тоже не вариант. Вот, дальше наше сообщество для обычных людей, которые мечтают о каких-то целях, кто-то же хочет, не знаю, достроить дом, элементарно закрыть свои базовые потребности. Это физиологические потребности тела, это потребности в безопасности. Потребность в безопасности, я думаю, все знаете пирамиду Маслову, друзья мои. Кто не знает пирамиду Маслову, прогуглите. Что такое пирамида Маслову? Это пирамида потребностей человека. Вот такая вот пирамидка, да? И вот первая потребность – это называется физиологические потребности нашего тела, да? И вот когда вы их закрыли, физиологические потребности, у вас есть вода, еда, сон, одежда, жилье, максимальные физиологические потребности. Вы можете пойти дальше на следующую ступень. А это уже потребность в безопасности. То есть вам уже хочется иметь свой дом, свою квартиру, вам хочется иметь потом после этого уже свою дачу, машину. Это потребность уже в безопасности. Следующие потребности, это потребность в самореализации и так далее. Вот эти потребности растут. Но сейчас мир так устроен, что нас всегда держат на вот этих двух нижних слоях вот этой пирамиды маслого потребности человека. То есть дай бог перед, как говорится, гробовой доской выплатить ипотеку, и то, слава богу, не зря жизнь прожил. О, вот до чего сейчас, как говорится, дошла капиталистическая система по всему миру. Неважно, в какой стране вы живете, абсолютно неважно. Так по всему миру. Вот. И на данный момент, на данный момент, а теперь вспомните, кто еще имеет советский опыт, вспомните советскую систему перераспределения денежных средств. Молодой человек после университета приходит на производство, да, мало того, что он уже имеет рабочее место по распределению, так он еще приходит, проработал там 3, 5, 10 лет, так ему дают квартиру, друзья мои, давали квартиру, квартиры получали. Если уши не режут вам сейчас, сейчас невозможно получить квартиру. Это просто невозможно. Это, ну, надо быть там, либо мега доказать всем, что ты бедный, 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 либо доказать всем, что ты больной, 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 либо очень-очень-очень многодетный. И то есть шанс, что там 10 лет простоишь на очереди, и не факт, что еще получишь. Поэтому на данный момент, на данный момент, причем в каждой стране все тоже по-разному по этим темам. Вот. В советское же время ты просто молодой человек приходишь, и ты можешь получить квартиру. И все, многие получали, да. Вот. Сейчас это невозможно, даже если ты работаешь на государственном предприятии. Это невозможно. И идем дальше, друзья мои, по поводу пирамиды, финансовой пирамиды. Многие так ее боятся, но не знают, что это такое. Но все так ее боятся. Вот. Те, кто начинают говорить вот это слово, я сразу понимаю, что человек мыслит шаблонами. Что такое человек мыслит шаблонами? Это человек с бедным мышлением, который берет мнение какого-то человека и вставляет его как шаблон. И он мыслит этими шаблонами. У него свой мозг не развит, поэтому он мыслит чьими-то шаблонами. Вот. То есть стереотипами. То есть мыслит какими-то ярлыками, да. Там. Это невозможно. Это секта. Это пирамида. Это еще так. Бам-бам-бам. И он весь обклеенный вот этими ярлыками. Мнениями чужих людей. Вот. Не своим собственным мнением, а чужих людей. Так вот, наши предки когда-то выделили три принципа здравомыслия. Если вы все эти три принципа здравомыслия используете в своей жизни, то вы решите любую задачу. Поделюсь с вами лайфхаком. Вы решите любую задачу, которая есть в вашей жизни. Абсолютно любую. Первый принцип здравомыслия – это узнать, как этот вопрос решали ваши предки. Узнайте. Поглубитесь в историю. Вы думаете, тут вы первый и последний такой умный, который решил, не знаю, стоите перед какой-то нерешаемой задачей. Нет. Вы не первый и не последний на этой планете Земля. И ваши предки эти задачи решали. Поэтому узнайте, как ваши предки решали эту задачу. Не важно. Это семейные отношения, как вырастить ребенка, это, не знаю, откуда взять деньги, как их накопить, как их бережливое, там, не знаю, домашнее хозяйство, как создать бизнес, как создать команду и так далее. Понимаете? Все это уже есть. Узнайте, как этот вопрос решали ваши предки. Это первое. Второе. Найдите сейчас здесь, в настоящем моменте, компетентного человека по этому вопросу, который уже получил результат. Найдите этого человека и начинайте у него учиться. И чтобы этот человек вам был по душе. Найдя компетентного человека, вы перенимаете его опыт. Компетентный человек должен получить результат по этому вопросу. Неважно, опять, в какой теме вашей жизни этот вопрос. Не знаю, пересадить какой-то цветочек определенный. Найдите человека, который умеет пересаживать этот конкретный цветочек. И все у вас будет хорошо. И третье, что самое главное, до чего не доходят многие люди, это наработать свой личный опыт. Без него все это теория. Понимаете? Наработка своего личного опыта. Это самый главный третий принцип здравомыслия. Так вот, если вы будете по этим третьим принципам идти, то вы сможете решить любую задачу в вашей жизни. Это лайфхак. Мой для вас подарок. Любую задачу в вашей жизни. Абсолютно любую. Особенно при нашем времени, когда есть доступ к библиотеке круглосуточной, интернет называется, бери, как говорится, и изучай, решай любую задачку. Поэтому наработка своего личного опыта, это очень важно. Очень важно пропустить задачу, вопрос какой-то через свое тело. Потому что пропуская через свое сознание, свое тело, у тебя приходит глубинное понимание, как что устроено, так и в нашей системе. Так вот, у нас не пирамида, у нас касса взаимопомощи. Пирамида. В пирамиде вы живете сейчас. Та финансовая система, в которой вы сейчас живете, и создана по пирамидальной системе. И если вы этого еще не понимаете, то, пожалуйста, посмотрите хотя бы фильм «Деньги. Пирамида. Долгов». Я его еще посмотрел 15 лет назад, друзья мои. Еще в далеком 2009 году. «Деньги. Пирамида. Долгов», друзья мои. Это американцы сняли про свою же систему, которая поработила весь этот мир. Если у вас была, либо есть карточка Visa MasterCard, я поздравляю, вы участник мировой финансовой системы. Поэтому изучите, как она работает. Если вы не знаете, как она работает, то вы, как котенок с завязанными глазами, как слепой котенок, пытаетесь наискать счастье в этой жизни. Не найдете, потому что вы не понимаете. Вы живете в денежной системе капиталистического мира, и вы не найдете способ, если вы не знаете, как она работает. Изучайте этот момент. «Деньги. Пирамида. Долгов». Ваше домашнее задание. Посмотрите этот фильм. Можете, кстати, зайти на мой канал, он там есть. Пожалуйста, смотрите и понимаете, как это работает. Так вот, поэтому никто уже ничего не стесняется. Один доллар у вас, вы хоть видели один доллар? Переворачивайте один доллар. Там четко нарисована пирамида, всевидящее око. И все показано, что денежки, все стекается к всевидящему оку. То есть к тем, кто создал эту систему, друзья мои. Вот, поэтому на данный момент вы живете в пирамиде и рождаетесь в пирамиде. И вся система банковская – это вся одна сплошная пирамида. Центральный банк, потом крупные банки, средние банки, и дальше в народ деньги вливаются. И также оттуда же забираются. Поэтому мы живем в пирамиде. Это раз. Во-вторых, кассы взаимопомощи у нас нет ни верхов, ни низов, ни первых, ни последних, ни задних, ни передних. У нас этого нет. Мы эту всю систему разрушили. У нас одноранговая сеть. И неважно, вы пришли вчера, завтра придете, вы здесь уже год, два, три, десять. Вы здесь участник, лидер, топ-лидер, куратор, неважно. Вы прежде всего участник нашего сообщества. И математика, алгоритмы ваших денежных потоков в ваших кабинетах остаются неизменными для всех. Для всех они одинаковы. Абсолютно. Что у меня, что у вас, что еще у моих участников. У всех одинаковые кабинеты. А вот как вы управляете этими кабинетами, вот в этом большая разница. Поэтому вы сами становитесь себе директором, сами становитесь себе финансистом, сами становитесь себе бухгалтером. И тут уже от вас зависит, насколько вы учитесь, насколько вы грамотно умеете считать, насколько вы умеете управлять своим кабинетом, строить цели, выстраивать стратегию и идти к своим целям, что самое главное. Приглашать у нас не надо в сообществе. Этот обязательный алгоритм коммерческих проектов мы уже давным-давно прошли. У нас нет обязательного приглашения. Вот хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. У меня есть в команде люди, которые приглашают и очень хорошо себя чувствуют. Есть люди, которые вообще не приглашают и тоже очень хорошо себя чувствуют. Поэтому, друзья мои, тут уже выбирайте вы сами. Хотите, берите дополнительные бонусы из нашего рекламного фонда. Хотите, не берите. Это уже каждый решает сам. Все написано в вашем кабинете. Регистрируйтесь. Если у вас вы еще не зарегистрированы, то обратитесь к тому человеку, который вам дал эту информацию. Если этого человека нет, вы не знаете, как попали в данный чат, пожалуйста, пишите мне. Я помогу вам зарегистрироваться и создать, разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо выбрать любого лидера, который сейчас бот скидывает в список. Все грамотные люди, все знают, как работает наша система, все имеют хорошие кабинеты и уже давным-давно вышли на путь к финансовой свободе. Поэтому пишите, не стесняйтесь, вам помогут и помогут разобраться во всем. Так, про превращение я сказал, про пирамиду я рассказал, про откуда деньги я рассказал. Идем дальше. Когда-то, теперь я немножко затянул, но дальше будет интересно. Когда-то, давным-давно, я вам расскажу, мне посчастливилось в своем окружении иметь нескольких долларовых миллионеров. Поэтому я с несколькими очень довольно плотно общался и перенимал жизненный опыт. Поэтому, скажу вам честно, чуть-чуть я немножко сейчас вам расскажу определенные секреты. Если у вас сейчас нет листка и бумаги, я настоятельно вам рекомендую брать тетрадочку и записывать те вещи, которые я вам буду рассказывать. Потому что, возможно, определенная формула поможет вам принять какие-то более правильные решения в своей жизни. Так вот, есть одна очень хорошая формула. Когда-то один из моих менторов сказал такую вещь. То, что ты знаешь, всегда притянет к тебе человека с более высокими знаниями. Понимаете, да? И у тебя будет доступ к тому, кого ты знаешь. А от этого человека ты уже еще больше узнаешь в своей голове еще что-то, да? То есть, всегда есть взаимосвязь, что ты знаешь и кого ты знаешь в этой жизни. Всегда любой вопрос можно решить через два момента. Через что ты знаешь, либо через кого ты знаешь. Всегда. Поэтому, друзья мои, чем больше вы развиваетесь, как имея в своем окружении людей очень грамотных, именно поэтому Роберт Киосаки говорит, кто те шесть человек, с которыми вы проводите максимальное количество времени? Это ваше будущее. Если оно вам не нравится и меняйте окружение. Вы же не дерево, да? Поэтому на данный момент это выглядит вот так. Вот я вам покажу, да? Вот. Что вы знаете прямо приводит к тому, кого вы знаете. А кого вы знаете, вы еще больше узнаете новые инструменты у вас появляются. Через кого вы, через больше у вас связей, вам даются новые возможности. А через что, вы знаете, вам даются новые инструменты реализации этих возможностей. Если сказать это простым, можно сказать, деревенским языком. Так вот. У нас новая форма объединения людей. Я бы сказал, у нас форма объединения людей новой эпохи, да? Мы онлайн децентрализованное сообщество свободных людей, которое объединило свои усилия, свои активы для создания параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, друзья мои. Вот этой формы объединения людей еще не было, да? Но мы это не придумали из воздуха, мы просто проанализировали весь положительный опыт в мире, в том числе и нашего народа, и взяли оттуда все для того, чтобы у вас была возможность пользоваться благами объединения. Именно поэтому предыдущее видео я недорассказал, да? Доверие приводит к достатку через объединение. Достаток дает деньги, деньги дает время, время дает свободу, свобода дает вам путь, ставит вас на путь, поиск пути к себе. Вот это самое главное, да? Поэтому то, как вы сможете в своей жизни сыграть вот эту игру 3D, да, это доверие, достаток, деньги, дальше, соответственно, с помощью денег вы у себя высвобождаете, у вас появляется свободное время, потом глобальная свобода, а после глобальной свободы у вас появляется, конечно же, возможность найти себя, что самое главное. Вы же не родились, и вам же не учили в школу ответы на такие базовые вопросы. Кто вы? Куда вы идете? Для чего вы родились? В чем ваш смысл жизни? Не закипает у вас еще мозг, когда вы начинаете отвечать перед собой на эти вопросы? Так вот, друзья мои, многие умирают, так и не зная ответы на эти вопросы. Это называется «Прожил жизнь в сонном состоянии». Рекомендую как можно раньше вам ответить на эти базовые вопросы. Вот этому-то по-хорошему и надо учить в школах, чтобы мы, выходя из школ, знали, кто мы, куда я иду, какие мои таланты, что мне развивать. Но невыгодно сейчас этой цивилизации, чтобы вы сами себя идентифицировали. Тогда вам и сложно будет управлять. Поэтому те, кто меня сейчас слышит, те замотивируются самоидентификацией себя. Также когда-то я сам себе начал задавать вопрос, кто я, куда я иду, какие мои таланты, через что могу я реализовать эти таланты и так далее. Поэтому, друзья, у нас абсолютно свобода в этом мире. Поэтому как уже вы ей пользуетесь, это уже ваше дело. Давайте чуть-чуть немножко вам расскажу про историю объединения нашего народа и какие были хорошие примеры. И поймите одну простую вещь. Нет ничего нового в этом мире. Все бесконечно повторяется. Есть только хорошо забытое старое. И так будет абсолютно всегда. Столыпин – это потрясающий человек, премьер-министр Российской империи. Тот человек, который заложил буквально за 7 лет своего правления фундамент развития, я бы сказал, всего, наверное, постсоветского пространства. Несмотря на то, что Российская империя была разрушена в ходе революции. И что он интересное сказал, давайте я вам озвучу. Бедность – это худшее из рабств. Смешно говорить людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. То есть накорми, напои баню и стопи, как говорится. Потом Дум делает, чтобы довольство делало человека свободным. То есть, по сути дела, он сейчас озвучил идею даже самой нашей кассы взаимопомощи, друзья мои. Бедность – худшее из рабств. Смешно говорить людям о свободе или свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. То есть, минимальные пожизненные потребности. Что уж тут говорить про пенсию в 15 тысяч, друзья мои. Где на хлеб с молоком у одиноких людей остается пару тысяч. Дальше. Наша сейчас мировая финансовая система устроена таким образом, чтобы богатый богател, а бедный беднел. Вот запомните этот момент. Это как раз принцип пирамиды. Это вот пирамида. То есть, все деньги стекаются вверх. Сейчас у нас, друзья, в ближайшие несколько лет появится, внимание, триллионер. Не миллиардер уже. Это уже прошлое. Триллионер появится. Долларовый. Понимаете? То есть, пирамидальная система. Все ресурсы туда, наверх идут. Миллиардеры – это уже так себе не модно. Так вот, кто-то сейчас борется за это звание, кто первый выскочит в триллионеры. Поэтому миллиардов уже мало. Несмотря на это, в то время, когда кто-то становится триллионером, 5 миллиардов людей на Земле победнее ли уровень жизни у них уменьшился? Вопрос возникает, правильно ли мы в системе живем? Так вот, наша сейчас мировая финансовая система устроена таким образом, чтобы богатый богател, а бедный беднел. Это такое рабство в новой упаковочке. И причем это по всему миру. Это не важно, в какой стране вы живете вообще. На власть даже не наезжайте. Тут власть сейчас имеет только 50% власти в каждой из стран. А другой, другая 50% власти у центральных банков. Поэтому на власть тут вообще даже ни при чем. Перераспределение денежных средств в мире сейчас обернуто в узаконенную маркетинговую упаковку. И вы только поймете это тогда, когда попробуйте создать свой собственный банк. Вот попробуйте. У вас это не получится. Уже места все заняты, все распилено. Поэтому, скажу вам честно, вы никогда не сможете создать свой собственный банк. Это для избранных, в кавычках. Самый древний принцип власти и управления массами до сих пор успешно работает. Разделяй и властвуй, дорогие мои друзья. Поэтому выгодно управлять всеми людьми, чтобы они поверили, что человек человеку волк, доверять друг другу нельзя. И чтобы, соответственно, глобальный, вот этот пиар глобального недоверия. Не верьте друг другу, верьте нам, банкам в том числе. Несите нам сюда свои деньги. Поэтому, друзья мои, раньше ли наши предки так не жили, сейчас вам расскажу. Но так было не всегда, друзья мои. Один из таких более-менее свежих. Есть много примеров объединения наших предков. Но более-менее самый свежий, которому чуть больше 100 лет. Это очень шикарный опыт. Я его частенько в своих эфирах рассказываю. Это опыт объединения старообрядцев. Почему старообрядцы были самыми богатыми купцами и промышленниками Царской России, друзья мои? Слово купеческое дороже денег. Помните такую вещь? Купцы в Царской России доверяли друг другу и общине. Было даже такое, что они не заключали договора. Они садились, договаривались. Слово дано. Слово дороже денег. Слово не сдержал. Община от тебя отвернулась. С тобой больше дел никто иметь не будет. Это все. Это значит стопор во всех делах. Поехали дальше. В начале 20 века, незадолго до революции 1917 года, в России сложилась уникальная ситуация, друзья мои. Внимание. Более 64% российского капитала Российской империи находилось в руках представителей старообрядцев, друзья мои. Более 66,7% от всех миллионеров-предпринимателей в Царской России приходилось также на них, на долю старообрядцев. Почему? Давайте расскажу. А ведь с 1788 по 1905, то есть практически почти чуть меньше 150 лет, старообрядцы были гонимые. То есть их преследовали, официально преследовали за веру. Их причисляли к злейшим врагам общества и государства. Но в 1905 году, после неудавшейся революции, в отношении государства к старообрядцам произошли коренные изменения. Считается, что с этого года началось так называемое золотое десятилетие старообрядчества. В своем творении, вот даже доктор экономических наук Кричевский книгу написал по поводу этого феномена. Он описывает старообрядцев не с точки зрения духовно-религиозной, а с точки зрения социально-экономической. То есть как у них получилось через объединение прийти к таким результатам. И причем это не какие-то рублики, друзья мои, бумажки где-то. Это золотые рубли. То есть это золото. Это настоящие предприниматели. Это не какие-то фейковые, надутые где-то что-то, понимаете. Это настоящие предприниматели, оффлайн предприниматели, которые в экономике, где нет инфляции, где нет автомобильного транспорта, где нет все на лошадях делали, где нет электричества, где нет сотовой связи, телефонов. Делали бизнес и становились золотовыми, золотовалютными миллионерами. Понимаете уровень этих людей? Новое, друзья мои, это всегда хорошо забытое старое. Вот запомните вот это. И скажу вам честно, если кто-то вам что-то говорит, что что-то где-то новое, не так. Просто вы плохо знаете историю. Многовековое преследование последователей старого обряда в христианстве привело к тому, что последние научились максимально эффективно использовать небольшие ресурсы, что находились в их распоряжении. Как способ выживания проявлять максимум изобретательности. Основной социальной, основой социальной структуры у старообрядцев была община, друзья мои. Именно внутри нее выносились все решения, касающиеся жизни, как самой общины, так и отдельно каждого члена. Кроме этого, именно от общины ее члена получали всю возможную помощь. Все члены получали от общины всю возможную помощь. В том числе и все купцы, которые выходили из этих общин, они получали помощь от своей общины. Так практически все видные российские промышленники и купцы из числа старообрядцев указывали, что первоначальный капитал они получили именно от своей общины, друзья мои. Не входя в кабалу к государственным и коммерческим банкам. То есть беспроцентная, по сути дела, помощь получали от своей общины. А потом, когда они раскручивались, они тоже десятину платили общине, чтобы поддерживали таким образом и общину обычных людей общины. Да и большинство работников у тех же промышленников были люди из своей же общины, что не позволяло отношениям работник-хозяин переходить в некую грань, которую между этими двумя категориями практически начинались споры. То есть братское отношение. Отношение было, невозможно было вообще не вести отношения, даже если ты хозяин, можно сказать, завода. То есть все равно ты не мог своему работнику в отношениях хозяин-работник. Это член твоей общины, это твой брат, по сути дела, который помогает тебе по большей части. И таким очень интересно, вот доктор исторических наук Аргудяева, интересное вам заключение сделала, проанализировав жизнь старообрядцев. Освоение Урала, Сибири и Дальнего Востока старообрядцами происходило с опорой на их общинную структуру. Это помогало им легче адаптироваться в новых условиях, при этом сохраняя свою субкультуру, развивая ее в новых экономических и экологических демографических условиях. А поверьте мне, условия жизни в Сибири это далеко не райские. Поэтому, представляете, да, из двух сибирских городов два купца договорились в какое-то время выйти и на серединные пути встретиться. И представляете, если один зимой не сдержит слова. Возможно даже такого, что могут быть такие морозы, что можно просто даже замерзнуть в пути. Теперь вы понимаете, что слово купеческое дороже золота и равно жин. Еще одной особенностью старообрядческого купечества и промышленников было то, что они верили друг другу на слово. Без заключения даже письменных договоров. Когда-нибудь в западной системе это возможно, друзья мои? Нет. В капиталистической западной системе это невозможно вообще. Всегда юристы, всегда договора. Это является отголоском тех времен, когда были гонимы со всех мест старообрядцы. Но не стоит думать, что без письменных договоров им могло бы сходить с рук. Говоря современным языком, они могли бы наколоть. Нарушение своего слова купцом ожидало отторжения общества и никакие его деньги не могли бы здесь ничего сделать. С ним просто переставали иметь дело, он становился изгоем. То есть община и общины и союз общин переставало этого человека поддерживать. Он терял свою репутацию. Именно поэтому, говорится, репутация, можно сказать, годами создается, а теряется очень быстро. Не стоит сбрасывать также и то, что капитал купца в реале принадлежал общине, а не ему единолично. И после изгнания из общины он превратился, по сути дела, в нищего. Старообрядцы оказали значительное влияние на развитие экономики, промышленности Российской империи. И многими результатами их труда мы пользуемся до сих пор. И особенно инфраструктурой, построенной ими в сельской местности Российской империи. Гениальный экономист, старообрядец Василий Кокарев в 1887 году выпустил даже книгу «Экономические провалы» называется. Который подробно расписывал необходимость инвестирования в российскую промышленность и создания собственных циклов производства товаров. Также он порицал увлечение многих российских промышленников внешними кредитами, друзья мои. Тогда еще, тогда еще при золотом рубле он уже порицал, в частности от зарубежных банков. И тем, что его соотечественники увлекаются только финансовой стороной дела, забывая вкладывать финансы в свое собственное развитие. Это было еще больше 130 лет назад, ничего не поменялось с тех пор. Такие объединения, как община, помогали закрыть базовую финансовую потребность и развиваться дальше. Инфляция была ноль, был золотой стандарт, каждый рубль российской империи был подтвержден золотом, друзья мои. Это маленькая история дореволюционной России. В советское время объединение людей, это черные кассы, вот моя мама работала на военном заводе с отцом, вот также у них в цехах были черные кассы, объединялись кассы взаимопомощи через даже правкомы, даже были такие кассы на предприятиях. Потом объединение людей в гаражные кооперативы, объединение людей в строительные кооперативы. Сейчас 50% жилого фонда, это все еще советский жилой фонд, который до сих пор используется, и многие из вас до сих пор в нем живете. Это наследие Советского Союза, построенное через кооперативное строительство в том числе. Потребительская кооперация, это еще дореволюционная Россия была. Даже в 90-е годы, друзья мои, бандиты в общики объединялись, объединяя свои ресурсы, чтобы сделать что-то большее. Но если уже даже они объединялись, понимая, что это выгодно, так нам с вами, обычным людям, чтобы не объединиться, не использовать с энергией объединения. Если эта вам тема близка по сердцу, о чем я сегодня вам рассказывал, то приглашаю вас в наше сообщество, если вы еще не зарегистрированы, поздравляю вас, развивайте здесь, и все у вас будет хорошо. Скажу вам честно, что так, говорю, свободно жить, как я сейчас живу, благодаря нашим сообществам финансовой свободы, я никогда не жил, потому что вечно был какой-то напряг, вечно был какой-то стресс. И скажу честно, вот уже много лет наше сообщество, это несколько сотен тысяч участников по всему миру, инвестируют сейчас в денежные потоки, в наши финансовые, равновременные, математические, психологические алгоритмы. Хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще. Денежные потоки – это не какой-то маленький проект в интернете, это огромная, это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, независимой от мирового финансового системы, где у всех все хорошо. А сейчас ее колбасится, и его будет колбасить каждый раз, и все больше и больше. И на данный момент, чтобы людям, как и нашим предкам, я вам скажу честно, лайфхак еще один вам открою. Вы здесь, как и я, имеете честь ходить, топтать матушку-землю по одной простой причине, потому что когда-то в тяжелые, хреновые времена наши предки доверяли друг другу и умели объединяться. Только благодаря этому они сохранили государство, себе жизнь сохранили и смогли родить детей, из которых получились ваши бабушки, прабабушки и так далее. Понимаете, да? Доверяли друг другу и умели объединяться. Сейчас система работает по-другому. Не доверять друг другу и разъединять. Поэтому вы тут уже выбирайте вам, как вы хотите и какими плодами пользоваться. Я со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что когда вы полностью разберетесь с нашими потоками, со всеми возможностями нашего сообщества, что такого проекта у вас еще не было и никогда не будет. Поэтому, друзья мои, в добрый путь. Те, кто имеет пригласителя, обращайтесь к нему, регистрируйтесь. Те, кто не имеет пригласителя, пишите мне в личные сообщения. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работами системы. Либо бот скидывает список лидеров, консультантов, все грамотные, опытные люди. Можете обращаться к любому. Вам помогут разобраться со всей системой, со всеми нюансами работы нашей системы. Теперь, дорогие друзья, если у кого-то еще остались вопросы, 5-10 минут, буду готов на них ответить. Ольга Кондрова, если я правильно фамилию, извиняюсь, если неправильно. Ольга, слушаю вас, нажмите на кнопочку центральную и можете задать вопрос. Вы поднимали руку. Я просто поздно вошла, не знала, насколько будет этот удар, поэтому пока не в курсе делаю ничего. Хорошо, Оленька. Поэтому задержитесь здесь, побудьте, здесь очень интересно. Денежно. Я вот уже более полтора часа рассказывал о нашей кассе взаимопомощи, о тех возможностях, которые она дает. Пересмотрите эту запись в записи, эту презентацию. И, как говорится, разберитесь. Здесь надо разобраться. Ну что, друзья, у кого есть какие-то вопросы, задавайте. Кто что-то не понял в ходе моего, кажется, повествования, я готов пояснить. 5-10 минут, не более уже, потому что цейт нот уже по времени, команда требует внимания. Вот поэтому есть вопросы, поднимайте руку, у вас центральная кнопочка такая синенькая, нажимаете на нее. И у вас есть возможность, как говорится, спросить, задать вопрос. Либо поделиться своей историей. Может, кому-то хреново стало жить после того, как пришел в сообщество. Расскажите свою историю. Кому-то, может, хорошо стало, тоже поделитесь. Я думаю, что людям будет очень приятно послушать. Не стесняемся. За робость у нас не платят. У нас платят за открытость, за доверие, за доброту, за отзывчивость. Ну что, есть желающие? Наталья. Слушаю, Наталья, приветствую. У меня один участник очень интересуется криптовалютой, Екаринси. Вот как бы немножко о ней нужно побольше рассказать, чтобы правильно донести мысль. Ну, этому участнику просто давайте сайт нашей криптовалюты ekr.money. Раз он криптоэнтузиаст, пускай идет на наш сайт. Там есть white paper, белая бумага, там все написано. Пускай берет, читает. Они очень любят въедливо разбираться. Пускай читает все, смотрит наш блокчейн, смотрит графики. Хочет, пускай зайдет еще на биржу BlackBit. Давайте ему эту биржу. И вот и все. Что вы ему можете дать. Дальше у него будут все инструменты, чтобы разобраться в вопросе. Раз он специалист. Если он не специалист, ну, тогда, ну, похлопает глазками, улыбнется, пойдет дальше. Спасибо. Идем дальше. Еще вопросы. Это просто сейчас так мир устроен, что многие наслушавшиеся роликов с YouTube мнут себя специалистами. Поэтому им там вот надо вот. Вот дайте ему сайт, пускай он поразбирается самостоятельно, разграмотный. Вот. Можно мне, да? Да, да, да. Слушаю, Лариса, да. Добрый. Да. Хреново стало жить. Очень прям хреново. Зашла с 10 тысяч уже в потоке 166. Плюс еще и открыла на 30, на 20, на 15, на 5, быстрые потоки на 3 и в евро зашла. Ну, отдыхаю, короче, отдыхаю, но все равно еще превышаю свои потоки, скажем так. Хорошо, хорошо. Потому что хочется жить красиво, но в то же время, как бы, деньги любят деньги, да? Да, да, да. На жизни бы вложить все равно. Все равно. А еще и стартовые потоки у меня 3 штуки открыты. Вот уже скоро, скоро я уже буду получать плюсом и буду просто счастлива. Отлично, Лариса. Супер. Я вообще балдею. Ждем вас на лидерских позициях. Я все время считала, считала. Потом говорят, невозможно просчитать. Думаю, нет, я буду считать быстрые потоки. Нифига, не просчитываю. Просто не просчитываю. Теперь просто мимо глаз вот так все провожу. Вижу, что идет рост, прекрасный рост, и я счастлива. Спасибо вам большое за это. Отлично, отлично. А то там... Да, да, Надежда. Я тоже скажу. Очень хочу сказать. Здесь есть формула счастья просто открыть потоки. И я тебя благодарю, Андрей, потому что это правда, все так очень просто. И твои слова, когда я тебе задала вопрос, с чего начать, мудрый мой наставник сказал ты, начни со всех потоков, только так можно разобраться. И вот благодаря этому моя жизнь тоже настолько изменилась, что я уже оставила работу, благодаря тому, что, ну, просто у меня в жизни наступил денежный водопад. Зайдя тоже с минимальных сумм, ну, взяла в инструмент почти все дозволенные для меня потоки, у меня только в растущем потоке, сейчас уже миллион четыреста, а начинала так же, как и Лариса, с десяти. Но я взяла развитие проекта. Ребята, я не могла молчать. Думаю, я не буду делать преступления против человечества. Люди столько потеряли денег. Люди сидят без... от зарплаты до зарплаты. Люди сидят от получки, от пенсии до пенсии. И не рассказать им это преступление. Так вот, у меня седьмой поток самый мощный, самый мощный. Это за бонус, за структуру. Он уже достиг, Андрей, четыреста двадцати тысяч. Вот это результат. Вот это результат. А всего лишь, а всего лишь огромное желание. Огромное желание. Когда надежда пришла пять месяцев назад, не было ничего. Ни потоков. Были только долги и работа сутками. А сейчас нет ни работы. Уже некоторые кредиты позагасили. Уже в растущем миллион четыреста из десяти. И огромная команда. Поэтому, друзья мои, это просто желание. Желание человека. Кто хочет много, тот получает много. Кто хочет мало, тот получает мало. Как себе придумаете, так и будет. Во что поверите, так и будет. Поверить дано. Поэтому у нас все возможно. Вот дальше. Как уже вы будете вести себя с этими кабинетами? С потоками? Вот так оно и будет. Мы даем все для этого. Чтобы у вас были и знания, и стратегии. И даже я видео записывал, откуда взять свободные деньги. Это все есть. Берите просто этим, как говорится, и пользуйтесь. Ну что, друзья, есть еще вопросы? Лариса, да? Надюш, скоро я тебя догоню. И скоро я тоже брошу работу. Потому что я уже здесь поставила цель. Хотя никто еще не знает на работе, что в 60 лет я уйду на пенсию. Поэтому я со стремительной скоростью буду развивать потоки. Чтобы следить и не заглядывать в чужие карманы. Правильно, правильно, Лариса. Абсолютно. Вообще, честно сказать, вот мое мнение, что женщина вообще не должна работать. Это вот после революции поставили всех за станок. И мужчины, и женщины, и за барану, и так далее. Женщина всегда занималась семьей, мужчина занимался делами. Мальчиков до революции воспитывали в мужских гимназиях. Женщина воспитывали в женских гимназиях. Поэтому женщина была женщиной. Их учили с женским знанием. Мужчина был мужчиной. Им учили мужским знанием. А это совершенно кардинально разные звания. Не общеобразовательным. И в итоге получается псевдо-мужчина, а сейчас псевдо-женщина. Вот, выходит. Женщина готова молотом херачить, а мужчина готов ресницы красить. Поэтому, видите, даже у меня стихи получаются сегодня. Какой мир становится. Поэтому, когда вернемся мы опять к нормальному образованию, тогда у нас ценности в обществе вырастут. Ну, а пока, как говорится, мальчики с девочками сидят. Еще даже в школе садят, даже вместе садят мальчика прямо с девочкой. Мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Это все. То есть сокрындец. Вот, поэтому женщины потом все вырастают. Такие, ай-ай-ай, мужчин нету. Ну, конечно, нету. Раз этот мужчина вырос рядом с женщиной, с девочкой. Ну, какой он из него мужчина? Мужчину может сделать только мужчина. Все. Молот может выковать только молот. А женщину может сделать только женщина. Мужчина не может сделать женщину. Женские знания ей передать. Только женщина может передать женские знания. А это кардинально глубокие и очень крутые знания. Как пользоваться своим телом. Как мыслить надо. Что такое интуиция. Что такое третий глаз. Что такое космы. Связь с космосом. Волосы. И так далее. Там такое кладезь знаний, что ой-ой-ой. Хватит ли на 11 лет вообще образовательной школы, как говорится. Мужчине. Как быть стойким. Как преодолевать какие-то трудности. Как чего-то там, не знаю, добиваться. Как проще делать. Как эффективнее. Какие-то знания определенные. И так далее. Вот этот момент он утерян. Вот как только дорастем до этого. И будем опять вернемся к этой системе. То будут совершенно другие женщины, другие мужчины. Поэтому женщина не должна работать. Женщина по-настоящему. Должна заниматься хотя бы 3D. Вот как сейчас Надежда. Расскажи народу, что такое 3D. Твоя формула 3D. Ну давай, расскажи, не жадничай. Надюша, прием. 3D. Давайте, ладно. Разумно, наверное, на связи. 3D это дома делаю деньги. Вот и все. Это формула женщины. Дома делаю деньги. Все. Поэтому на данный момент, на данный момент, это самая лучшая формула для женщины. Вот. У всех разные задачи. У женщины задача дети, а у мужчины задача дела. Д. Тоже одна Д, только дела. В истории, история всегда мужчину оценивает по делам его, а женщину всегда оценивает по детям. Это мать Александра Македонского. Это правильно, Андрей. Просто хотелось сказать, что да, если бы была нелюбимая работа, я бы давно уже дома сидела. Но муж правильно говорит, я осознаю это, то, что ты уже как бы пенсионного возраста, нужно сидеть дома и беречь свое здоровье. Для чего дается пенсия? Для того, чтобы продлить свою жизнь. Как бы не нужно работать, а нужно сидеть дома, заниматься своими делами и беречь свое здоровье. Вот это только меня этого подтолкнуло. То, что пора, наверное, уже сесть дома и заниматься бизнесом. Правильно. И семьей. 3D. Делать деньги дома. Вот это 3D, да. Делать деньги дома, да. Заниматься своим здоровьем, заниматься своим телом, заниматься зарядкой, заниматься своим развитием. Заниматься. Вот это все продляет жизнь. Вечное обучение продляет жизнь. То есть это новые знания, это новые нейронные связи. Новые нейронные связи, значит, матушка природа видит, а эта особь хочет еще развиваться. Эта особь будет, значит, долго жить. И она будет давать энергию, будет жажда жизни еще, да. Мне вот это, а мне все скучно, надоело, все, там жизнь, херня полная. Все, этот человек сразу же ставится крест, и он в ближайшее время пойдет на реинкарнацию. Вот, а человек, который, классно, все, вот еще хочу, а тут еще и не узнал, тут я еще. Я когда-то в своей жизни встретил мужчину, я тогда совсем был молодой, мне было 22 года, мне это очень удивило. Мужчине было 85 лет, он был главврачом там госпиталя военного, он такой, ну, с военной, как говорится, подтянутый такой, 85 лет, там ни живота, ничего, он такой подтянутый. Вот он, то ли военным хирургом был, что-то такое. И он говорит, я понял, я понял, 83 года, что я плохо изучил общий курс химии. И два года назад я себе поставил цель, и я заново все изучил, общий курс химии. И сейчас вот, вот мне книгу такую толстую дает, говорит, вот спроси, что хочешь, я тебе все отвечу. Понимаете, да? То есть, не важно, что вы себе придумаете, важно, что это будет гореть, желание внутри, огонь жизни не будет гореть. Вот это самое ценное, самое важное. Поэтому замечтайте себе попутешествовать еще по миру, у нас есть все для этого есть, в нашем сообществе есть все для этого, и возможности, и деньги. Деньги у нас выплачиваются каждый день, приглашать не надо. Хотите, приглашайте, получите дополнительные бонусы, не хотите, не приглашайте, деньги выплачиваются каждый день. Но настолько халява, но это просто мечта для любого трейдера, для любого сетевика, для любого активного человека, для любого человека, которому нужны деньги. и это просто наше сообщество, это просто мечта, мечта, вот такого нету, да. Ну что, друзья, Людмила еще хочет задать вопрос, слушаю, Людмила. Добрый вечер. Здравствуйте, Людмила. Максим, я просто влюблена в ваш разговор, я слушаю вас, всегда у меня внутри такое дребезжание, и вы знаете, видать, я уже доросла до того момента, когда я начала уже действительно не то, что стремиться, а я просто сказала, я хочу, поэтому я начала задавать много вопросов, и вчера я даже уже написала, потому что у меня в прошлый раз на Чайпите мне задали вопрос, а я нахожусь в данный момент в Словении, в очень красивейшей стране, Словении. Я был там, прекрасная страна. Так, там же сейчас живет Ирина. Да, Левченко, да. Да. И вот, что ты думаешь, я написала ей вчера, я написала, и вот теперь у меня одна мечта. Я хочу встретиться с этим человеком, и я зашла уже на растущий поток на 400 евро, у меня маленькие потоки были, я этого уже все прошла, но мне этого мало. Ну, это как-то неинтересно. Я, Наталья Ехолина, это мой пригласитель, мой сын, Саша, Наташа, мы давно с ней брали проекты, она пригласила меня сюда. Она знает, что если я иду, то я уже, ну, по мелочам, ну, я хочу, не то, чтобы все и сразу, но вот я хочу выше. Мне вот почти 60, я уже устала работать. Но у меня еще есть мама с осталью, у меня есть дети, и мне бы хотелось им помочь, чем бы они находятся в Украине. И вы знаете, я, ну, почему хочу встретиться? Для того, чтобы человек мне, может быть, даже помог завести. Вот я, знаете, насобиралась себе 2000 евро. И вот я сегодня прослушала вас, я хочу вложить эти деньги. Вот я просто хотела бы посоветоваться, как лучше их распределить, потому что там нужно будет купить и карицы, и вложить, чтобы эти деньги действительно сделали, чтобы это было в радость, чтобы эти деньги могли зарабатывать. Я не хочу их пока месяц оттуда как бы брать, но я хочу действительно добиться того уровня, который меня будет устраивать, чтобы я уже сказала, вот, да, вот эти вот, вот столько-то денег меня на сегодняшний момент устраивает. Поэтому, ну, вот, когда я вас слушаю, я говорю, что меня вот настолько это захватывает, и, естественно, уже у меня мысли, потому что есть очень много людей, которые находятся здесь знакомые. Я мечтаю сделать такую, знаете, встречу такую, пригласить своих знакомых, свою дочь, и вот пригласить, я не знаю еще, в каком городе находится Ирина, но я думаю, что эта встреча будет. Ну, у меня, у меня стартовая попытка будет, это и на 50, и на 30, на 150, на 100, на 300. Это все, я уже прошла. Ну, это уже, как бы, мне все равно, мне нету того результата, которого я хотела. Но Таташа Кулина говорит, ну, у тебя аппетит растет, добавленные еды, я говорю, ты что, никогда не натонешься, я говорю, ну, мне это уже неинтересно, ну, что это, ну, это копейки, ну, 5,60, ну, евро 20. У меня был евро, и испанский и польский. Я вот на вот этих вот трех потоках, у меня были все потоки там. Поэтому вот сейчас я, как бы, немножко вылила 300, потом, конечно, сейчас, пожалуй, сейчас запустила на 400. И вот сейчас, как вы думаете, у меня просто проблема с заводом денег. Я думаю, что именно мне это же можно завести деньги. А в кабинете? Нет, это вот, ну, наверное, у меня видят, думаю, это такая сформа. Там есть куча обменников в Европе, можно наличку, там, отдать, если есть ДТП, то есть завести криптовалюту, проблем нет. Ну, вот, да, вот это вот я еще немножко пока боюсь делать сама. Потому что, как бы, знаете, я шурупы начинаю прибежать, потому что, ну, это минимальные суммы для меня, я это понимаю, это действительно для меня большие суммы. Поэтому вот мне вот самое главное завести, пополнить, и потом просто наблюдать и наслаждаться. Один раз делать, и потом все легче, легче. Да, 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 и хочется. И потом, конечно, буду еще, вот, по мере возможности, конечно, не буду себя ущемлять, так, чтобы, вот, все, буду сидеть, продавать, нет, конечно. Ну, а так, по мере возможности, я понимаю, что так я смогу что-то быстрее дать, потому что... Ну, уже все, устроено. Каза взаимопомощи, у нас задача оказать взаимопомощь и себе в том числе. То есть растущий поток будет прорабатывать у вас и жадность в том числе, и страх и серии. То есть тут надо, просто сначала ему время удивить какое-то определенное, так, в месяц, два, три, уделили время, а потом вышли на какой-то уровень, зафиксировались, и тебя обязательно наградили. Наградили, да, как? То есть накопили какую-то сумму в копилочке, треть забрали на жизнь, треть вложили обратно в растущий поток, чтобы компенсация вывода была, то есть чтобы он уровень не упал. И третья, оставаться в копилочке, третья копилочке, поддерживать уборки ваших наночных числений, чтобы у вас побольше не было наночных числений. И вот таким вот образом, 35 на жизнь, 35 обратно, 35 копилочек, тоже хорошая формула. По-замула, хорошо, 36 копилочек, Я потеряла 40 тысяч. Много проектов, я прошла множество проектов. Много проектов не перечисли, поэтому здесь я уже, конечно, буду... Ну и здесь я понимаю, что здесь нет риска. Вот это то, что я могу сейчас... Я проработала в том, что если ты перебивала, я не знаю, что все по-моему, я всегда проработала в том, что я готова. Много проектов не перечисли.